Наталья Попова с детства испытывает особую привязанность к лошадям. Еще когда я была маленькая, я в конный спорт попала в 11 лет. Женщина говорит, что иногда животные бывают добрее и понятливее, чем люди. Дети к нему начали тянуться, он уткнулся в них, закрыл глаза, хотя лошадь с характером, с ней не каждый спортсмен может справиться, а она с детьми как-то так. Он это дело или любит, или понимает, очень даже сложно сказать. Забота о лошадях издавна была привычным и любимым ремеслом для мусульман. Добавиться о конях, естественно, это одно из видов профессий, которыми арабы занимались и мусульмане, когда только ислам начал распространяться. Поэтому человек, который этим занимается, он получает эту милостенью, это вознаграждение. В конечном итоге подобное увлечение лошадьми привело Наталью к созданию собственного конно-спортивного клуба. Поэтому человек, который занимается подобной профессией, будь то это мужчина или женщина, он получает вознаграждение от Всевышнего за такую профессию, а зарабатывать жизнь таким путем, естественно, это является дополнительным вознаграждением от Всевышнего в рамках мирской жизни. Это классические виды спорта. Это просто клуб, занятие спортом, для занятия просто хобби верховой ездой, для просто общения с лошадью. Это рабочее поле для тренировок. Каждая лошадь должна минимум час в день подвигаться. Для нее эта работа обрела особый смысл после принятия ислама. Ислам – это та религия, которая позволяет жить в миру, не будучи в грехе, ибо человек все-таки рожден для счастья. Когда ставила лошадям конюшний азан, просто интересно было посмотреть на реакцию. Все лошади замирали и слушали. Встретите, как тот слушает. Наталья не скрывает своего вероисповедания и стремится привносить этот дух в свой конно-спортивный клуб. Здесь все халяль. Отсюда мы видим, здесь находится летняя площадка ресторана. Вообще ничего не мешает, как сказать, для мусульманий. Все может заниматься конный спорт. Женщина часто сама ухаживает за лошадьми, готовит им корм. Готовлю еду. Кроме меня этого никто не делает и никому не доверяет. Делаю смесь сама. То есть она идет без консервантов. Я придумала такой кормосмеситель. Это обычная бетономешалка. Ее покрыло пищевой эмалью, как эмалированной кастрюлей. Я считаю, что еду нужно готовить с правильными мыслями, с правильным отношением, с правильной энергетикой. И всегда перед тем, как готовить еду, я говорю, бисмилляхи рахмани рахим. Это ячмень. Это кукуруза. Вот мелится сегодня, кушает лошадь где-то сегодня и завтра. О полезности обучения верховой езде говорил сам пророк Мухаммад. В исламе поощряется держать животных, воспитывать, кормить их, заботиться о них. И этому есть ряд хадитов и примеров из выражений пророка Мухаммада. Например, там, где он говорит, для вас в каждой влажной печени есть милостыня, возможности милостыня. Влажная печень – это то, как выразится пророк Мухаммад, мир ему. То есть в каждой живой душе есть милостыня. То, как мы заботимся о животных, держим их. Вот здесь комната, где мы моем лошадей. Покупаться любят. История Натальи Поповой – пример того, как оставаясь мусульманкой и выполняя работу, не связанную на первый взгляд с религией, можно приносить большую пользу обществу своими делами. И это из лучших видов призыва. Деливерсый Дахметов, Денис Хахалин, Евгений Ладик, канал Олив, Украина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok